всем привет сегодня я покажу что я сейчас вижу всего буду показывать 7 работ из них 5 с продвижениями и 2 новые продвижения правда небольшие но у меня есть можно сказать уважительная причина большую часть времени этот месяц с прошлого видео который прошел в этой рубрике я вязала в большей степени одну работу это я показывала в прошлом видео у меня было как я назвала заготовка для мастер-класса и на сегодняшний день я свое обещание выполнила мастер-класс этот я сняла эта кофточка полупатентной резинкой и практически сняла осталось там начало и конец потому что я еще не постирала ее осталось очень постирать пришить пуговицы и снять размер в общем технически такие самое главное конечно это мастер-класс очень большой получился это мне все это смонтировать но я думаю что в этом месяце этот мастер-класс хотя бы к концу месяца он должен выйти ну максимум в начале следующего но я думаю что успею в этом и что я хочу сказать вот я вязала преимущественно эту работу ну и иногда прерывалась на другие на другие изделия потому что ну для меня оказалось я не зря это всегда говорю это очень трудно вязать все время один процесс я конечно не как я сказала не все время его вязала когда уже прямо совсем не надоедало я переключалась на другие и вот в эти короткие переключения я немножко продвинула часть своих изделий и это я сегодня и покажу начну я показывать с продвижение как обычно и в конце уже покажу два новых это мой кардиган из норки и он уже практически готов здесь осталось связать только планку и посмотрите мне хватило пряжи ура на ту длину которую я хотела он длинный прямо получился у меня и как раз у меня осталось пряжа на планку я говорила в прошлом видео что я свяжу рукава потом довяжу длину насколько хватит оставлю пряжу на планку ну так я и сделала рукавчики я сделала фонариком и оставила где-то наверное 50 до 70 там у меня осталось граммов мне этого как раз хватит на планку это обычный кардиган лицевой гладью из норки мне кажется нет смысла какие-то узоры само по себе полотно она уже очень красивая и портить его ну я не знаю это конечно мое сугубо личное мнение какими-то узорами я не вижу смысла ну может даже не портить можете я неправильно говорю но вот мне нравится именно как выглядит полотно связанная из норки именно лицевой гладью пряжу я показывала в очередной раз благодарю свою фею за эту пряжу она мне очень очень понравилось вот такая этикеточка они же разные бывают обычная вижу в две нити основной и две дополнительные спицами 5 миллиметров и получается все равно она не толстая но вот если вот так ну вот видите паль по пальцам видно что она не толстая не жесткая очень мягкая приятная и осталось мне планочку связать и как раз вот как я говорила что я планирую к весне завершить это изделие потому что я хотела бы его весной носить так она все и получилось внизу я связала резинку и планка тоже будет резинкой 2 на 2 второе продвижение я не помню честно говоря на какой стадии она была в прошлом видео не стала смотреть но это я думаю не важно покажу на какой стадии сегодня но спинка была насколько я помню связано уже таков . вот таким узором кстати вот по этому узору очень много как в комментариях писали просьбу снять этот узор у меня нет схемы на этот узор да я даже не знаю честно говоря какая нарисовать ну что там такое переплетение петель идет и я обещала что я сниму по этому узору мастер-класс я обязательно его свяжу единство и сниму у меня очень сильно травмирован палец вот если видите этот немножко закрутила как только он чуть-чуть у меня под заживет я сниму этот узор он вяжется очень просто и быстро и мне понравилось очень как смотрится этот узор на этой пряжи на другой я пока не пробовала но мне кажется что он на любой пряжи будет смотреться интересно он создает лист его так видно объем вот что мне понравилось он такой объем некий и это у меня спинка в очередной раз ее показываю по моему уже не 1 не в первом видео по центру здесь вырез по центру резинка со снятой петлей и здесь я оставила петли для горловины и плечевых швов которые я буду потом здесь делать методом трех спиц соединять также у меня полностью готова одна полочка вот так с цель на вязаной планкой вот здесь планка идет до выреза горловины я говорила что я здесь потом общую планку еще по горловине свяжу резинкой 2 на 2 а здесь планка вот такая со снятой петлей так же как и по центру резинка 1 на 1 со снятой лицевой петлей такая же такой же узор как по центру спинки и здесь нет у меня отверстий для пуговиц потому что я вот эту планку потом свяжу резинкой и здесь будет одна пуговица и все остальное будет вот так как бы разлетаться и также я буду вязать рукав и рукав я планирую вязать этим же узором сеточкой и по центру рукава буду вязать вот такой же узор как по центру спинки а все остальное вот таким узором и для этого для того чтобы мне вот на этот узор по центру выйти я связала такую лицевой гладью немножко небольшое расстояние и также у меня по спинке связано давайте мы их соединим вот так спинка и полочка и из вот этой дорожки лицевых петель я вывяжу узор резинка один на один по центру чтобы он выходил именно из этой дорожки и так как я рассчитывала что мне нужно по моему 5 кромочных я провязала 6 рядов по спинке и 4 по полочке в сумме получается так или сколько но неважно я потом и обязательно сниму по этой кофточке видео как я ее вязала и отдельно еще сниму по узору здесь глубокая горловина но так как будет еще планка на планку широкую я вязать не буду здесь она будет может быть такая такой же ширины как это может быть даже чуть меньше это я буду уже определяться в процессе вязания буду когда ее вязать примеряйте смотреть и также вторая полочка зеркальная тоже часть связано но здесь я еще не довязала до начала убавление по горловине так все рассказала кроме пряжи пряжа alize cotton gold номер цвета 374 очень красиво что-то у меня сегодня с фокусом номер цвета 374 100 граммах 330 метров 55 хлопок 45 акрил пряжа я получала из интернет-магазина пряжа су и под видео будет ссылка на интернет-магазин и на промокод который дает пятипроцентную скидку на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине пряжа сумм следующее продвижение это моя кофточка полу патентной резинкой здесь продвижение совсем небольшие в прошлом видео вот здесь я помню что у меня была связана почти довязана кокетка и здесь я совсем немножко провязала я довязала до конца кокетку сняла рукава и провязала от подрезов такую небольшую часть это кофточка точно такая же по которой я снимала мастер-класс только из другой пряжи а так здесь все то же самое здесь такая же регланная линия такие же прибавления ну конечно же здесь другое количество петель так как другие спицы и другая пряжа это пряжа вот это на держатель и я тоже оставлю ссылку кто еще не приобрел советую очень значит это пряжа на кады ним спорт насколько знак знаю она уже вроде как снята с производства здесь 60 процентов хлопок и 40 процентов акрил номер цвета 208 так здесь три с половиной четыре я вижу спицы и имеют я вижу спицами 4 миллиметра и здесь вот я впервые я показывала видео об итогах вот эти шнуры которые я на вал берез заказывала и вот я сняла рукава петли рукавов на эти шнуры и я очень довольна и кстати писали в комментариях что очень плохо двигается полухлопок я сняла без каких-то особых вообще причине этих препятствий вот она мне легко двигается хотя вот это полухлопок возможно может быть хотя говорить о том что если туго вяжите но вы же не сказать не на нитку не на спицу снимаете а на леску это леска я не знаю может они разные бывают вот мои лески они очень скользкие вот эти шнуры они скользкие и по ним довольно хорошо проходит пряжа если не шерстяная так она вообще просто залетит а здесь но может быть чуть-чуть просто я вот так продвигала понемножку я не тянула всю сразу но это все равно в разы быстрее чем как я обычно вот крючком каждую петлю переснимаю потом я обратно это все на спицу подхватываю эти петли рукавов потом распускают цепочку бросовой нити и такая вот и такая вот этот вариант конечно во много быстрее не я еще раз оставлю ссылку потому что я знаю точно что будут спрашивать именно на эти шнуры они разные есть я показывала там два вида одни для тонких спиц до пятерки и другие после пятерки которые для толстых спиц я снимала вот так как я вяжу спицами 4 миллиметра я снимала на те которые для тонких спиц и на 4 тоже они очень хорошо сюда заходит плотно сидит я просто сняла пересняла его так завязала ничего не улетает мешать она не мешает нужно на очень мягкая в общем мне очень понравилось может быть я еще приобрету потому что я же вижу по нескольку работ у меня вот этих получается в наборе только три штуки и если я захочу еще какие-то рукава в каком-то процессе ну сейчас у меня нету такого такой работы чтобы мне нужно было снимать рукава то мне их не хватит ну в общем это будет видно вижу как я сказала полу патентной резинкой от подрезок никаких не прибавление убавление делать не планирую она не узкая широкая и полу патентную резинку меня спрашивали я вяжу с накидами в изнаночном ряду я делаю накиды в лицевых вижу резинкой один на один планка резинка один на один со снятой лицевой петлей изнаночном ряду я изнаночную снимаю лицевую провязываю лицевом ряду вяжу резинку один на один и здесь я провязала сейчас два отверстия для пуговиц и мне почему-то именно вот в этом изделии хочется от на этом остановиться оставить или 2 или 3 но я еще подумаю в процессе вязания может быть три сделаю пуговицы но я почему-то вот именно в этой кофточке вот в белой не хочу полностью вязать делать ну чтобы пуговицы были на всю длину в общем посмотрю или 2 или 3 я здесь делаю очень жаль конечно что снимает на к с производства вот эти полухлопки так мне нравится вязательно приятная мягкая хорошая не знаю как будет после стирки я вообще хотела есть другой пряжи вот белую вязать ноту пряжу я не нашла и вот мне предложили заменить этой пряжи у нас здесь магазине вонютины глазках покупала правда у них сейчас тоже уже нету этой пряжи на было в остатках так здесь я вывязывала углубление по спинке а в мастер-классе который я снимала на подобное изделие я вообще там сделала все максимально просто но на вот такое углубление у меня есть отдельное видео там я не стала вывязывать углубление по спинке чтобы сделать максимально простым этот мастер-класс для начинающих и отдельно также потом там оставлю ссылку на вот это видео по углублению и кто захочет он это сделает продолжать вязать здесь осталось принципе связать длину и рукава следующая здесь тоже совсем небольшие продвижения у меня это я вижу детский плед здесь совсем немножко продвинулась таким узорчиком из пряжи от фирмы сиам baby cotton 25 граммов моточки очень маленькие и моточки 90 метров у меня номер цвета 43 так кстати это номер 43 13-7 я не знаю что здесь номера что партия это стопроцентный хлопок специальная гипоаллергенная обработка без применения едкого натра так вижу насколько помню 275 свечевать не вижу вот такой простой узор и здесь еще будет обвязка крючком я предыдущий плед который вязала сиреневый из так и залезы baby wool там я тоже изначально планировала обвязку крючком но потом в процессе передумала но здесь уже ее никак не обойти потому что там я начинала с платочной вязки по краю вязала платочную вязку и там в принципе получилось что край он как бы запечатанный и не требовал какой-то дополнительной отделки в этом же случае здесь у меня отделки никакой нет я сразу начала провязывать этот ажурный узор вот такие листочки и по краю также здесь тоже никакой отделки не тут немножко закручивается пока поэтому здесь хочешь не хочешь все равно придется какую-то обработку края делать но я думаю что пряжа она тоненькая я попробовала крючком тоже вяжется отлично и поэтому я думаю что здесь в этот раз все сойдется так как я задумала вяжется очень легко чередуются дорожки вот такого ажурного узора с вот такими листиками здесь интересный вообще такой узор он от начала почему-то вот здесь идут петли прибавляется количество петель потом в конце убавляется ну видно это так задумано схемой и вот такой цветочек получается хотя цвет мне кажется такой вот он подойдет и для мальчиков и для девочек но узор вроде как говорит больше за девочек посмотрим буду вязать эту пряжу тоже из интернета магазина пряжа су получала там разные есть цвета я вот выбрала такой хотя изначально я когда его выбирала первый раз то я предполагала связать какой-то плечевое изделие потом он у меня долго лежала это пряжа и в результате я вот журнале рассказывала по моему уже увидела вот этот детский плед мне захотелось его связать я начала смотреть свои запасы пряжи и именно на эту пряжу у меня выпал выбор там в журнале была пряжа тоже 25 граммовые матки и там правда было по моему 100 метров на 25 граммов у меня здесь 90 метров но здесь все вполне подошло конечно у меня свое количество петель и своя ширина и своя длина будет а вот схему я взяла с журнала так и последнее из продвижений это моя накидка которая вяжется так как ее показать единым полотном да не очень просто мне все это разложить начала я вязание с полочки затем отдельно связала это не спустить отдельно связала вторую полочку до горловины с цель навязанной планкой затем наверное неправильно вот так надо было разложить так как я вязала вот затем я сняла петли планки вот вот в этом месте и провязала сюда и сюда и соединила затем по вот этой части которая образовалась от вязание планки горловины я набрала петли и продолжила вязать на всех петлях вот здесь видно шва здесь нет на петлях полочки полочек и добрала для спинки и продолжила туда вязать вязать в длину и здесь я когда вязала полочку то так если правильно положить так здесь я делала прибавление а теперь когда я начала вязать спинку я начала делать такие же убавления в каждом шестом ряду я делаю вижу я спицами четыре с половиной по моему из пряжи от сиам лана фреса номер цвета 3721 вот такой хотя здесь рекомендуют 34 насколько я помню мне четыре с половиной до четыре с половиной от хорошо на чагу гравировка вообще не стирается сколько я уже этими спицами вязала на всех гравировка сохраняется здесь состав 50 процентов мериносовая шерсть 50 процентов хлопок маточки 50 граммов длина нити 95 метров я уже рассказывала что изначально думала вязать совсем другое изделие из этой пряжи и дважды его связала и дважды полностью распустила и я не буду повторяться в общем мне не понравилось я вот решила сделать вот так максимально все просто но я вот сейчас уже на себя примеряла вот то что сейчас получается это меня полностью устраивает эту пряжу я тоже получалось интернет-магазина пряжа уже довольно давно и она у меня сам сама пряжа тоже долго лежала я вязала разные образцы и здесь ориентируясь на вот эти рекомендации 34 я начала вязать спицами я обычно так делаю с меньшего начала спицами 3 вязать потом три с половиной и всем и мне ужасно это не понравилось мне пряжа показалось жутко жесткой какой-то непослушной но когда я попробовала мне в голову стукнуло думали но если взять эти спицы побольше я взяла спицы побольше четыре с половиной и выбрала узор который в котором меняются и лицевые и изнаночные они лицевая гладь в таких узорах пряжа становится мягче и вот здесь мне очень очень понравилось и вот этот узор я сохранила из того изделия которое мне не получилось саму форму конечно изменила но мне так понравилось как этот узор сочетается с этой пряжей что я все-таки решила его оставить я думаю что это будет очень комфортно в отличие от того которые дважды распустила и вяжется очень-очень легко начинающие свяжут что здесь по сути здесь только прибавление убавления по краю я вот еще задумалась такой пряжи из другого цвета потом тоже на пряжу выберу другой цвет и у меня уже родилась идея из такой пряжи кардиган потом связать еще так следующее это уже новое изделие я начала вязать кофточку или я не знаю как вот эти названия кофточки накидки пончо мне все время делают замечание что неправильно как-то называю но вы же видите что я показываю называйте как хотите и так что это будет эта спинка все изделия которые я вижу отдельными деталями я начинаю вязать со спинки потому что потом мне гораздо проще спинка получается как огромный образец и мне тогда гораздо проще рассчитать убавление по горловине по вырезу будь то v-образная горловина круглая горловина я заранее не рассчитывая рассчитываю всегда в таких изделиях спинку а потом уже по спинке ориентируюсь и по ширине полочки и по расчету выреза и вот в этот раз тоже не исключение начала вязание со спинки и остановилась провязала вот это количество и остановилась в раздумьях я выбрала вот такой простейший узор сама пряжа мне очень нравится и мне не это еще усложнять какими-то сложными узорами а пряжа это шахенмайер вот такая катание гламур оригинал и это состав что со мной 50 процента о 98 господи в 98 процентов хлопок и два поле эстер это вот этот люрекс вот если посмотреть видно до номер цвета 135 2 спицы рекомендуют два с половиной три с половиной крючок 24 я вижу спицами три с половиной 50 граммах 142 метра написано и вот мне сама пряжа она очень нравится я вязала образец лицевой гладью в принципе мне понравилось но мне захотелось как-то сделать его более воздушным что ли я выбрала вот этот узор и связав вот это расстояние мне почему-то кажется что как будто она немножко косит вроде вот так растяну разложу нет встряхну опять кажется как будто немножко уезжает вот сейчас уже не опять не кажется и я не знаю я остановилась и думаю что буду думать оставить этот узор связать вообще лицевой может быть гладью просто но это немножко скучновато или выбрать совсем другой узор обычно если пряжа косит а здесь она очень слабо скручена вроде как скручена но слабенькая и к тому же это не мерсеризованный хлопок и бывает такое что он косит вот все таки мне кажется что косит не сильно ну конечно это можно стирка это и и что я начала говорить обычно вот таких узорах если они на основе чисто лицевой глади или просто лицевая гладь бывает косит то если выбрать узор в котором есть и лицевые и изнаночные петли то полотно косить перестает вот при мне кажется вот смотрю сюда мне кажется уезжает куда-то в общем попробую я все-таки связать еще образцы другими узорами и потом уже будут думать принципе сам вид то мне нравится и сам узор очень просто простой вяжется просто вот этот вот эту часть я просто села и за вечер связала а это довольно широкое полотно но вяжется вот знаете как сама увяжется очень мне понравилось мягкость этой пряжи как-то не так выглядит на камеру но говорю вот какое-то смущение вызывает этот узор как я хочу связать я хочу связать по принципу у меня на канале давно давно несколько лет назад был мастер-класс по так как я ее называла по моему с цель навязанным рукавом сака там что-то что-то такое в общем и мне нравилось как сидит эта кофточка я вязала ее из там был экспериментальный джинс люрексом потом ни до ни после я нигде его не встречала у нас магазинах в остатках вот купила и связала из этой пряжи тогда и мне понравилось как я говорю как она сидит эта кофточка и здесь я хочу применить такой же не тот я хочу провязать спинку затем вывязать прибавление по рукаву дальше по пройме вот так прибавлять то есть как окат немножко сделать и потом сделать скос плеча и по краю вот этого как бы цель навязанного рукава я хочу связать край сразу чтобы потом уже ничего не надвязывать чтобы цель навязанная все было по краю я планирую связать ложную резинку и потом на полочках также связать цель навязанную ложную резинку без как это сказать без перехода ее на горловину у меня есть такой мастер-класс я вязала уже таким способом бордовая кофточка там с имитацией вточного рукава тоже несколько лет назад связано общем я хочу из разных своих изделий сюда применить такое не знаю пока пока вижу спинку ориентируюсь вернее определяюсь точно с узором оставить этот или выбрать какой-то другой ну естественно связав спинку я уже буду продумывать точно каким образом у меня будут связаны полочки но то что это будет цель навязанный рукав с окатом это точно здесь я уже точно определилась такое удовольствие получает вязание этой пряжи не передать словами мягкая приятная и кстати ее не нужно гладить я попробовала я обычно так часто делаю вижу маленький образец чтобы проверить чтобы не портить пряжу малюсенький такой и проверяю как он реагирует на утек вот этот образец отреагировал плохо но я в принципе я предполагала что так будет но думала вдруг случится чудо нет чудо не случилось из-за того что здесь вот этот люрекс в большом количестве сейчас полотно очень мягкая приятная а после отпаривания образец стал жестким это из-за люрекса он фиксирует и добавлять жесткости хотя здесь тоже образец все-таки очень маленький но даже в этом образце это жесткость почувствовать мне не понравилось поэтому я не планирую здесь ничего гладить отпаривать в принципе она ровненько ложится после стирки она еще лучше будет все расправиться вот такой эксперимент я провела буду вязать потом уже вам буду показывать что я тут навязала и что в результате придумала так и последнее я показывала вот эту пряжу получала из интернет магазина катава эко бамбу и решила попробовать так как меня беспокоило так как так как меня беспокоило будет ли комфортно вязать из этой пряжи потому что обычная бамбук это капризная пряжа но вот я начала вязать и не могла остановиться вязать очень приятно сейчас все это у меня конечно скручивается узор не очень смотрю на камеру просматривается на темном он смотрится гораздо лучше сейчас может что-то подложу взяла черную ткань сейчас попробуем вот лучше видно на этот интернет магазин я тоже оставлю ссылку я рассказывала про эту пряжу это стопроцентный бамбук так цвет у меня b24 1603 лаванда 50 граммах 125 метров мне почему-то кажется что здесь не 125 метров она такая тоненькая я вяжу спицами 3 миллиметра здесь рекомендации три три с половиной но бамбук лучше вязать конечно не толстыми спицами и вот здесь я тоже провела эксперимент я попробовала эту пряжу тоже малюхенький образец связала и попробовала отпарить и вот здесь мне очень понравилось сейчас пряжа полотно не толстая но после отпаривания вот я взяла вот этот образец вот такой кусочек связала и посмотрите он шелковый вот она сейчас тоже конечно такое немножко струится вообще бамбук он же всегда струится но вот это что получилось это вообще что-то вот такое легкое легкое и не сказать чтобы она стала прямо сильно тонкая так если сравнить ну да она становится тоньше но не совсем прям как так и я думаю что скорее всего я буду это полотно отпаривать что я вижу это тоже спинка и здесь я планирую связать как ее назвать ну назовем футболка сейчас часто называют это но здесь я тоже точно до конца не продумала еще пока вижу думаю посмотрю как будет узор смотреться тоже в процессе меняют тут я вообще изначально хотела связать один узор вот этих не знаю как назвать цветочек цветочек листик наверное листик больше ряд этих листиков а потом пойти вот эту дорожку ажурную над тремя центральными листиками но когда я связала один рапорт вот этого узора то мне показалось этого маловато и захотелось побольше ажура и что я сделала я вот здесь у меня пять рапортов провязала один рапорт высоту затем над тремя центральными я еще раз связала такой рапорт а над крайними на высоту 2 рапорта вязала вот такой узор такие вот галочки как бы галочки ажурные и когда закончился высоту 2 рапорте я его прекратила вязать дальше я начала вязать над центральным снова такой же узор а над крайними над вторым и четвертым вот эти ажурные галочки это же планирую связать на высоту 1 рапорта здесь живут 1 5 здесь уже дальше идет лицевая гладь ну посмотрю как это будет смотреться вот здесь это прерывается дорожка потом на высоте третьего рапорта эта дорожка прервется и затем на третьем планирую вязать тоже вот эту дорожку уже до конца дальше будет уже везде лицевая гладь пока пока задумка такая и здесь я буду вязать с круглой горловиной обвязку буду делать горловины крючком я уже попробовала на образце отлично это пряжа берет крючок причем на я пробовала также как я вижу на полотне связанном спицами я попробовала провязать обвязку крючком и что интересно она не дает какой-то излишней толщины и очень гармонично все смотрится потому что очень часто вот я на других пряжах пробовала если само полотно получается спицами связанная тоненькая то когда начинаешь вязать обвязку делать крючком получается такая грубая какая-то в общем выбивающийся из общей картины обвязка в этом же случае нет ложится все мягко и хорошо и я решила так как бамбук он резинку не держит и сама резинка мне не есть попробовала я знаю что это не стоило этого делать но я все равно попробовала мне не понравилось как смотрится узор резинка на этой пряжи да и смысла в ней нет поэтому я буду делать обвязку крючком а по краю я планирую не по краю оба по плечам я планирую вот если я отпарю ну вот такое вот все получится шикарная я планирую здесь связать небольшой скос плеча и сшить не все плечо то есть оставить часть вот этой кроме оставить в свободном падении и вот она будет вот так струится но это пока тоже только задумка уберу сейчас вот эту черную вязать конечно огромное удовольствие сейчас здесь у меня так делать здесь если посмотреть вот в этом месте у меня закончился один моток сейчас у меня в работе второй моточек я посчитала что пряжи мне хватает на то изделие которое задумала и на длину и на ширину такая красота и она интересна снизу вот сильно закручивается а по краям не сказать чтобы сильно закручивается хотя конечно тоже закручивается но по краям я буду же здесь сшивать здесь ничего страшного а вот эти открытые края возможно тоже просто крючком одним рядом столбиков без накида я пробовала именно столбики без накида очень хорошо смотрится обвяжу и тем более образец вот этот малюсенький который я вязала он тоже был весь скрученный и здесь и в начале вязания и там где закончила он сильно скручивался но после отпаривания вы видите что он и он не мнется все расправляется поэтому я думаю здесь даже не факт нужно ли будет вообще как-то обвязывать потому что вот такие тонкие края я просто обожаю не хочется даже вот этот образец из рук выпускать очень очень мягкая и посмотрите я вот честно говоря когда посмотрела смотрела на эту пряжу я или мне внимательно смотрела или что я не знала что она будет вот такими полосочками идти это темные то светлые красиво очень и на сайте написано что это пряжа ручного крошения и что каждый моточек не повторим мы посмотрим пока вроде 2 ложится также как и 1 не выбивается из общей картины очень мне нравится и еще большая просьба очень ну немного конечно но приходят комментарии под видео где я показываю пряжу спицы или еще что-то у меня очень большая к вам просьба пожалуйста не пишите мне про дорогая про дороговизну тех товаров которые я показываю я цены не назначаю я их не продаю и на каждый товар есть свой покупатель кто-то может вязать из более дешевой пряжи кому-то по карману более дорогая пряжа и здесь ну я не виновата какая пряжа какая цена на спицы на пряжу на все вы вы же вправе выбрать ту тот товар который подходит лично вам поэтому просто не пишите мне то что я даже честно не знаю что потом ответить на эти комментарии описать всем что не я назначала цену и не я продаю эти товары потому что я я не продаю никакие товары мне просто знаете вот время жалко поэтому вот это последние работаешь которую я хотела вам показать еще дай у меня есть в работе напомню плед 3d но там совсем небольшие продвижения я говорила что многое я не успела из-за того что снимала мастер-класс и поэтому совсем небольшие продвижения я решила просто не показывать но он есть он двигается и также у меня спрашивали про пончо которая у меня вяжется из шестиугольника крючком она тоже она очень огромный ряд уже длинный длинный и я потихоньку потихоньку его тоже повязываю но тоже пока особо показывать нечего по чуть-чуть движется но что там особо показать но может быть в следующем я уже его покажу вообще она у меня очень хорошо двигалась когда это у меня был дачный проект процесс который я возила на дачу там вязала потому что он не требует каких-то расчетов там сложности и так вот между делом брала и вязала когда хотелось посидеть повязать и за лето он у меня очень хорошо продвинулся а зимой потихоньку потихоньку до такой степени что даже особо и показать нечего и вот сейчас снова скоро будет лето и дача наверное я его там и закончу ну посмотрим может быть и раньше все это были все работы которые я хотела вам показать я желаю вам всего самого доброго вдохновения приятного вязания и до новых встреч а